Хореограф с мировым именем Дитмар Зайферт впервые взял в руки кисти краски 7 лет назад. Он работает всегда в одной технике. Это черные знаки на белом холсте. Сначала, кажется, автор имитирует восточную каллиграфию, но это не так. Каждая картина – сложные поддержки, арабески и даже массовые сцены. Хореографию, как говорят в театре, передают из ног в ноги. Записывать балетные па сложно. Фотография тоже не отражает суть танца, считает Зайферт. Ведь на снимке всегда конкретный артист. А вот такое изображение профессионал может прочитать. А меня интересовала точно только линия, которая в танец бывает. Поэтому, как постановщик, это хореографические заметки, которые я тоже могу так сделать на сцене. Дитмар Зайферт учился в Дрездене и Лейпциге. В 1978-м он уже был художественным руководителем штатс-оперы в Берлине, но решил продолжить обучение в Ленинграде. По окончании стажировки ставил хореографические миниатюры в Кировском театре. Работал с Борисом Эйфманом, Ириной Колпаковой и самой авангардной в то время звездой советского балета Алле Осипенко. Для нее он ставил номер «Птицы». Новое, потому что мы не привыкли. Мы действительно привыкли танцевать классику, мы привыкли держать там спину, мы привыкли красиво поворачиваться. Иногда надо было себя ломать и становиться кривой косой, потому что птица была подбитая. Дитмар Зайферт увлечен русской культурой. Один из самых известных его балетов – «Клоун Бога» на музыку Игоря Стравинского рассказывает о судьбе великого танцовщика Вацлава Нижинского. В 2005-м фильм-балет отметили «Золотой пальмовой ветвью» – главной премией Каннского фестиваля. Партию Нижинского исполнял Грегори Зайферт, сын балетмейстера. Зайферт – это человек такой чрезмерный, как я понимаю. Я вчера разговаривала с Никитой Александровичем Долгушиным, и он мне сказал, спросил меня, он опять хочет быть везде первым? И я понимаю, что это ключ к характеру человека. Он хочет все. Он хочет и делает это. Пишет книги, философия танца, психология танца. Он пишет стихи, он рисует картины. Через несколько дней Дитмара Зайферта ждут на открытом конкурсе артистов балета России «Арабеск». Он посвящен памяти Екатерины Максимовой. Затем мастеру предстоит работа в Японии над новой постановкой. В этом балете Дитмар использует и некоторые хореографические заметки на холсте, которые нынче экспонируют в Петербурге. Зинаида Курбатова, Сергей Белык, Александр Фомин, Петербург, Вести.